Это Большой Тренифер на телеканале Санкт-Петербург. Николай Растворцев, Мария Новикова, Ахонская. В вашей компании известна фраза «Уговор дороже денег», а вот про договор поговорки и пословицы на ум не приходят. И потому наш разговор про трудовой договор мы продолжим исключительно в призме закона. В нашей студии прокурор управления по надзору за исполнением Федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга Анна Кахилова. Анна, доброе утро. Доброе утро. Анна Валентиновна, доброе утро. Скажите, насколько защищены, по вашему мнению, трудовые права петербуржцев, поскольку все мы знаем, с одной стороны, что необходимо работать по трудовому договору и иметь его на руках, но при этом насколько это все исполняется? В Санкт-Петербурге более 300 тысяч работодателей и с разной степенью ответственности перед работниками. Не каждый работник, скажем так, доволен работодателем, и работодатель не каждый осуществляет свою деятельность без ошибок. Поэтому бывают разные случаи. Но если говорить о прокуратуре Санкт-Петербурга, к нам обращаются работники компаний Санкт-Петербурга, и таких обращений достаточно много. Более 4 тысяч обращений рассмотрено нами в 2022 году. В 2021 году около 3 тысяч. В Государственную инспекцию также обращения поступают тысячи. И ситуации бывают разные, но в большей степени хочется сказать о том, что работники не согласны с тем, что они осуществляют трудовую деятельность без заключения трудового договора. И сопутствующие требования заявляют о невыплате заработной платы или установлении травмы на производстве как несчастный случай. Что касается обращений, жалоб, сколько из них удовлетворяется? Есть ли не обоснованные? Можно привести такую статистику. Около 25% удовлетворяемости таких обращений по разным причинам. Это недостаточная доказанность наличия трудовых правоотношений или работодатель самостоятельно к моменту обращения в прокуратуру удовлетворил требования работника или нарушены сроки для рассмотрения трудового спора. Ведь не все работники, граждане помнят о том, что сроки давности в данном случае сокращены. Три месяца по общему правилу и месяц в случае, если работник восстанавливается на работе с момента прекращения трудовых правоотношений. В случае, если не выпады заработной платы присутствуют, то такой срок составляет один год. То есть это тот самый период, когда человек может и должен обратиться? Если этот период прошел, вспоминать прошлое уже по нормам закона не получится. Работники могут обратиться и в суды, и в органы прокуратуры, и в гострудинспекцию. Конечно, если срок пропущен, то суд вправе рассмотреть вопрос о восстановлении данного срока. И, кстати, здесь необходимо сказать о том, что суды исходят из того, что если работник до момента прихода в суд ранее обращался в органы прокуратуры или в гострудинспекцию, любые государственные органы, которые призваны защищать его права, срок может быть восстановлен. Какие моменты обязательно должны быть отображены в трудовом договоре, про что не надо забывать? И если работодатель тебе дает договор без этих пунктов, сказать, пожалуйста, давайте внесем вот такие-то пункты. Хороший вопрос. Трудовой договор – это письменное соглашение между работодателем и работником. Следовательно, в нем должны быть указаны реквизиты организации, на которые, кстати, мы обращаем всегда в первую очередь внимание к обязательным условиям трудового договора следует отнести место работы, вид трудовой деятельности, должность работника, размер заработной платы, его обязательная часть или, может быть, премиальные выплаты. И особенно хотелось бы обратить внимание на вредность условий труда. И в случае, если такая вредность установлена трудовым договором, работник должен знать, какие компенсационные выплаты или дополнительные льготы ему установлены. Все мы понимаем, насколько важен трудовой договор. Представим такую ситуацию. Наверняка хотя бы один человек приходит в прокуратуру и говорит, ну нет у меня трудового договора, не заключил, помогите. Вот есть ли у него хоть один процент шанса доказать, что он в чем-то был прав и чего-то добиться? Или же, если нет трудового договора хоть какого-то, то и предмета разговора быть не может? Начнем с того, что прокурор досконально разбирается в каждой ситуации. И мы не проходим мимо ситуации, когда работник оказывается, ну во-первых, начнем с того, что работник всегда находится в более таком уязвимом положении в сравнении с работодателем. И мы всегда стараемся помочь. Бывают случаи, когда договор не заключен, или, например, заключен договор подряда, или трудовой договор заключен, но вместе с тем допускаются нарушения трудовых прав. В первом и во втором случае прокурор вправе инициировать исковое заявление в суд в порядке статьи 45 ГПК о признании таких отношений, которые сложились между работодателем и гражданином, как трудовые. Но при этом следует сказать, что признание таких отношений трудовыми, это достаточно сложный процесс, он рассматривается судами. И здесь необходимо представлять доказательства, которые будут оценены судом, как отнесенные, возможно, для признания таких правоотношений трудовыми. Это аудио, видеозаписи, письменные, свидетельские показания. Вы сказали уже про договор подряда. Давайте чуть подробнее об этой форме. Насколько здесь исполнитель каких-то услуг считается защищенным, поскольку часто бывает, что человек выполняет все те же свои трудовые обязательства, как и штатные сотрудники, но у него договор подряда, так как, например, он оформлен где-то еще. Вот если что-то происходит, какие-то шероховатости с работодателем в этом случае, насколько вы поможете? Поможем обязательно. Были случаи, когда... Ну, на примере всегда проще. Договор подряда. Работник в данном случае является, как вы правильно сказали, исполнителем либо работ, либо оказываемых услуг. И его работа нацелена на результат. То есть результат его работ принимается заказчиком работ на основании акта приема-передачи работ, оценивается его качество. И работник, в данном случае исполнитель, должен понимать, что период работы такой не будет включен в трудовой стаж и осуществляет работу он за счет собственных средств, своими материалами, обеспечивает свою безопасность. В случае, если договор подряда мы оцениваем и понимаем, что он по своей сути является трудовым договором, то мы можем инициировать его признание трудовым договором, либо работник может самостоятельно обратиться в гострудинспекцию, гострудинспекция выдает обязательно к исполнению предписаний о проведении сложившихся правоотношений трудовыми. Но в дальнейшем при неисполнении данных требований может быть и судебная защита. Мы благодарим вас за участие в большом утреннем эфире на телеканале Санкт-Петербург.